Дорогие мои, здравствуйте! И рядом со мной действительно стоит Volkswagen Polo Sedan. Но сегодня мы на нем никуда не поедем, не будем заглядывать ему в багажник и не планируем разбираться, сколько же там места на втором ряду. Вместо этого мы расскажем о проблемах этой модели и выясним, на что нужно обращать внимание, если вы ищите себе такой автомобиль на вторичке. Плюс ко всему, мы узнаем, во сколько же обойдется приведение конкретно вот этого экземпляра. В идеальное состояние. Ну а с нашими коллегами из Автору Выкуп выясним, сколько такие машины прямо сейчас стоят на вторичке. Вы на канале Автору, меня зовут Александр Мирошкин. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. И мы начинаем! Хорошие машины продаются на Автору. Давайте сразу разберемся с кузовом. Конечно, лакокрасочное покрытие здесь не самое толстое даже по меркам класса. Зато кузов этого седана очень неплохо защищен от коррозии. Вот обратите внимание, пожалуйста, на капот. Конкретно у этого автомобиля уже огромное количество сколов, и еще ни один из них не цветет. И вот это действительно хорошо. К сожалению, днище этого автомобиля не так же хорошо защищено от коррозии, как и весь остальной кузов. Ржаветь могут начать, например, лонжероны или усилители крыла. Ну а на конкретно этом экземпляре рыжики уже появились на задней палке и на выхлопной системе. Зато кузовное оборудование очень неплохо противостоит российским погодным и климатическим условиям, чего, к сожалению, не скажешь о хроме. И он вот уже весь зацвел. Но это, скорее, общее место практически всех автомобилей, которые эксплуатируются в нашей стране. На дорестайлинговые полоседаны ставили бензиновые атмосферные моторы серии ЕА111, и у них было сразу несколько заметных проблем. Одна из них — это быстро растягивающаяся цепь ГРМ. Она могла закончиться уже к 100 тысячам километров. Ну а вторая проблема заключалась в поцарапанных стенках цилиндров. Это случалось из-за того, что поршни при перекладке болтались и, собственно говоря, эти самые стенки царапали. Но, тем не менее, при грамотном обслуживании эти моторы могли пройти до 350 тысяч километров. После обновления у полоседана появились более мощные атмосферные моторы, чуть более свежего семейства ЕА211. И у них привод ГРМ уже был ременной, а сам ремень служил до 100 тысяч километров без каких-либо проблем. Однако и недугов эти двигатели тоже не избежали. Самый главный из них — это масложор, который может случиться из-за износа поршней. И это особенно опасно в контексте того, что у пола нет датчика уровня масла. Однако же, если за этим двигателем следить, то он тоже без проблем до капитального ремонта проедет 350 тысяч километров. Ну а это топовый турбированный мотор рабочим объемом 1,4 литра той же самой серии ЕА211. И проблема у него в целом схожа с атмосферными собратьями. Но есть и свои недостатки. К масложору мы здесь добавляем не самый крепкий ТНВД, его надо обязательно проверить перед покупкой, а еще у этого двигателя может заклинить тягу актуатора вестгейта турбины. За этим тоже внимательно последить на диагностике. Также атмосферным пола полагался шестиступенчатый гидромеханический автомат i-Syn. И это тоже довольно ресурсная коробка, которая долго будет служить вам верой и правдой. Правда, при условии, что вы будете за ней тщательно ухаживать. Например, каждые 50 тысяч километров менять в ней масло. Ну а самому нафаршированному полу с турбомотором 1,4 досталась семиступенчатая роботизированная коробка DSG DQ200 с пакетом сухих сцеплений. И ее проблемы давно и хорошо известны. Если она пинается при переключениях, значит сцепление уже подходит к концу своего жизненного цикла, и это легко можно продиагностировать с помощью компьютера. И также может довольно быстро из строя выйти мехатроник. Однако же, если за трансмиссией ухаживать и нормально ее обслуживать, то вообще-то ресурс DQ200 может составить 250 тысяч километров. Передняя подвеска пола седана – это стойки Макферсон, а сзади установлена полузависимая балка. Конструкция получилась простой и весьма ресурсной, а запчасти недорогие и широко представлены на рынке. До 100 тысяч километров должны прожить сайлент-блоки и втулки стабилизаторов спереди, а также задние амортизаторы. А передние стойки могут легко протянуть даже до 150 тысяч километров. Если появились стуки на ходу, то это признак износа втулок рулевой рейки. Тяги, рулевые, а не бархатные, у седанов до 2013 года выпуска редко выдерживали больше 40 тысяч километров. Но после этого детали модернизировали, и их ресурс стал куда больше. Еще у пола могут быть проблемы с электроусилителем, но обычно все дело в отказе датчиков и сбоях в работе программного обеспечения. Тормозная система пола-седана простая, но это, увы, не значит, что с ней не бывает проблем. Возможность боя в работе датчиков АБС. Нередко в процессе появляются скрипы и даже постукивания внутри задних барабанов, которые полагались седану в большинстве комплектаций. А у пола первых лет выпуска были проблемы с подтекающими задними тормозными цилиндрами. Интерьер Volkswagen Polo выполнен просто, поэтому ломаться здесь особо нечему. Однако же, подбирая себе такой автомобиль, обязательно проверьте работоспособность всей салонной электрики. Потому что часто такие машины дорабатывали, и вот даже у нас машину немножко подпилили. Видите, добавили вот такие вот динамики в двери. Хотя человек на ней едет уважаемый, и, скорее всего, все сделано хорошо. Что касается проблем, то обязательно нужно проверить работоспособность мультимедийной системы, а также сигнализации. Непонятно, какой здесь может стоять охранный комплекс, ведь Volkswagen Polo пользовались довольно высоким спросом у угонщиков. Что же касается немногочисленных проблем интерьера этого автомобиля, то можно отметить быстро выходящий из строя подогрев водительского кресла. Он может сдаться уже до 100 тысяч километров. Плюс ко всему, быстро царапаются дверные карты, что, в общем-то, совсем неудивительно, ведь они сделаны из жесткого пластика, а также поскрипывает отделка стоек кузова. Но с этой проблемой справились после 2015 года. Что касается экземпляра, который приехал к нам на съемку, то он внезапно оказался живчиком, что стало некоторой неожиданностью даже для его владельца. У нас экземпляр после рестайлинга с топовым турбомотором и механической коробкой передач. Пробег почти 76 тысяч километров. И по итогам диагностики, чтобы привести эту тачку в идеальное состояние, в нее нужно вложить чуть более 60 тысяч рублей. Автомобилю требуется замена заднего правого тормозного суппорта, замена всех тормозных дисков и колодок, а также полная замена тормозной жидкости. Остальные узлы и агрегаты оказались в весьма приличном и работоспособном состоянии. Все это с материалами и работами потянуло на 62 тысячи 570 рублей. Кажется, не так и много для шестилетнего автомобиля. А как вообще себя чувствуют полы на вторичке? Сколько они стоят и с какими проблемами? Чаще всего приходится сталкиваться тем, кто хочет себе такой автомобиль. Об этом расскажут наши друзья и завтра у выкупа. Машина достаточно популярна, пользуется определенным спросом в разных структурах, как у физических лиц, так и у юридических лиц. Все зависит от того, какая это машина, какой комплектации, год, пробег. Сейчас довольно-таки тяжело их обслуживать в корпоративном плане, потому что поставки уже ограничены и прочие моменты возникают негативные. Но в целом на вторичном рынке для физ. лиц это очень популярная машина. К нам они приезжают постоянно. С распространенными проблемами, ну, наверное, все зависит от того, во-первых, какой она модификации машина. Соответственно, у каждой модификации есть свои определенные недостатки. Вот. И, наверное, самая главная проблема – это плохое обслуживание. То есть эти машины покупают для того, чтобы экономить в большинстве своем и не очень, скажем так, своевременно и качественно их обслуживают. Очень много вопросов по кузову, то есть их не очень жалеют. Часто крашенные элементы попадаются, порой с серьезными ремонтами, поэтому приходится это все дело фильтровать. Поло такой, как сегодня был на осмотре автомобиль, в среднем где-то по рынку стоит от миллиона двухсот до миллиона четырехсот. Все зависит от пробега, комплектации и состояния фактического автомобиля. Вот. Так, в целом, у Поло очень, скажем так, прямая зависимость. Цена пробег, соответственно, комплектация. Соответственно, самая дорогая машина – это машина в популярном 1.6 на автомате, максимальной комплектации с 2018-2019 года, с минимальным пробегом. Эти машины могут стоить там сильно за полтора миллиона рублей сейчас. И довольно-таки тяжело найти хорошие экземпляры. Соответственно, если машина какая-нибудь там бывшая такси, либо там каршеринг, то там цены, соответственно, будут очень низкими. Средний пробег у них сейчас в районе 80-120 тысяч километров пробега, в зависимости от года. Если машины более ранних годов, там, условно, рестайлинг пошел с 15-14 года, то эти машины могут легко быть уже пробегом за 200 километров. То есть за 200 тысяч километров пробега. Солярис, Рио, Поло – это, в принципе, всегда были конкуренты. Соответственно, состояние у них примерно одно и то же. Также у них обслуживание. Моя машина очень идентична, и каких-то серьезных там отличий плюс-минус нет. Но Поло более, скажем так, наверное, меньше энергетских болезней, чем у Рио и того же Соляриса. Volkswagen в зависимости от модификации автомобиля от 10-15 дней до 40-50 дней, в зависимости, там, опять же, от версии. Более сложно продать автомобиль на механике, например, каком-нибудь там базовой комплектации, и какая-нибудь машина на автомате 1.6 в средней или максимальной комплектации. Такие машины очень быстро продаются. В основном приезжают машины около средней комплектации, ближе к максимальной. Прямо базовых машин довольно-таки редко попадаются. Они больше такси, каршеринг, доставка, вот, в ту степь. О седане Volkswagen Polo с пробегом вы теперь знаете все, что нужно знать об этом автомобиле. Ну а если прямо сейчас вы ищите себе такую машину, то самые классные и интересные предложения мы собрали по ссылке в описании. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. Помните, хорошие машины продаются на Авторум. Берегите себя, скоро увидимся. Авторум.